В этой неделе физкультурно-спортивное общество «Динамо» отметило свой 100-летний юбилей. Ну а в Пренестровье данное движение существует под эгидой МВД уже 20 лет. Конечно, поздравляем всех спортсменов, да, и тех, кто популяризирует спорта в нашем регионе. И здесь есть множество направлений. У нас до этого и волейбол, и боксер, и легкая атлетика, и гребля, и много-много всего другого. Но мы хотим именно обратить свое пристальное внимание именно на греблю. И поговорить сегодня об успехах наших спортсменов и в этом спорте, и о гребле в целом. Именно поэтому, друзья, уже в нашей студии находится глава Федерации гребных видов спорта ПМР Константин Викторович Гомолицкий. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как себя чувствуете, как настроение? Отлично. Отличное весеннее, пусть даже и дождливое. Но, знаете, это для огородников хорошо. А, я думал, что и для вас тоже, потому что у вас стихия вода, наверное. Да, снизу, сверху. А мы между. Да, мы между. И главное, что, как рыба в воде. Значит, перед нашим эфиром я залез в гугл, и давай все выяснять. Он мне выдал всю информацию, всех сдал, в том числе такую информацию. Дело в том, что наш гость не только мастер спорта по академической гребле, но и преподаватель еще в ПГУ на факультете физической культуры и спорта. И вот такой интересный вопрос. А давно ли вы преподаете? С 2006 года. И как вы думаете, что про вас говорят студенты? Вы струючитель? Студенты или студентки? О, есть разница. Давайте разделим, давай. Хорошо, давайте с мужчин. Что они говорят? А, те, у кого задолженности, у кого какой строгий преподатель. А те, которые уже сдали, это такой милашка и добрый преподаватель. Когда вы впервые в своей жизни взяли в руки весла, вы помните моменты? Конечно. Ну, у меня папа занимался академической греблей, он чемпион Советского Союза. У молодежи один из первых мастеров спорта и призер взрослого чемпионата СССР, и я этим горжусь. Поэтому, в принципе, на воде я с детства, когда он работал сейчас по школе, ну, где-то 8 я уже взял весло в руки. Это было сначала гребля на конуэ. Ну, как ни странно, потому что папа занимался академической греблей. Ну, и в какой-то момент не хватало одного гребца, и тренер подошел и говорит, не хочешь сегодня тренировку провести с академистами. И вот с этого времени, наверное, лет 10 я начал заниматься академической греблей. И до сих пор увлекаясь эти виды спорта, это часть моей жизни, и я очень рад тому, что судьба подарила мне этот вид спорта. И те моменты, которые я разделяю своими друзьями, коллегами, близкими, и благодаря этому виду спорта я попал в многих странах мира. А у вас в окружении много людей занимаются спортом? Именно академической греблей в том числе? Да, у меня много друзей, и только из моего виды спорта, соответственно, и это и Кумовья, которые благодаря этому виду спорта стали, и детей крестим, и дети потом приходят, детей, и из других видов спорта, конечно, много друзей, потому что республика у нас объединяет очень много видов спорта, и, конечно же, мы встречаемся, пересекаемся на разных площадках в виде семинаров, тренерских советов, и поэтому мы между видами спорта оченьружим. Такое уточнение, Костин Викторович, для таких людей, как я, да, людей, которые плавают в этой теме, какие есть виды гребли, и в чем разница? Ну, в следующий день у нас появился еще один такой популярный уже стал, наверное, с прошлого года, это гребен лодка «Дракон», благодаря президенту, который выступил с ней в инициативе «Семья президента за здоровый образ жизни». Ну, исторически у нас сложилось так, что после окончания Второй мировой войны в Приднестровье, ну, в то время, в советском периоде, на Дубусары приехала сборная Ленинграда, и где-то начиная уже с 50-х годов у нас начал культивироваться гребель на Бодарха и Экануэ, и затем уже академическая гребля. И можно сказать, что начало, ну, наверное, 1960-й год. С этого времени очень много у нас и чемпионов мира, олимпийские чемпионы, и современная история у нас есть, призеры и чемпионы олимпийских игр. Это Алексей Каравашко с бандером, завел бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне, это Александр Итиченко завел золотую медаль, и на следующий год он завел золотую медаль на чемпионате мира. То есть у нас на следующий день это три основных вида, это академическая гребля, гребля на Бодарках и гребля на Кануэ. Ну и еще гребля на Драконах сейчас очень популярна, и я скажу, очень доступна. Человек неподготовленный физически, и который в прошлом, может быть, и не занимался никакими другими видами спорта. О, про меня, про меня. Да, да, так что он может попробовать, и вот в прошлом году можно было увидеть, что команды СМИ принимали участие, и у них было не так много тренировок, но вот этот азарт, эта атмосфера соперничества, ну, наверное, человеку принято присуще соперничество показать там в какой-то области лучше, сильнее, или как быстрее, выше, сильнее. Ну, сейчас еще такой лозунг вместе, ну, скажу откровенно, я не очень придерживаюсь этому четвертому слову. Все-таки вот быстрее, выше, сильнее, это как-то, наверное, более правильно, потому что вместе, ну, получать туда два первых, получать два третьих места. Это у меня основной в предыдущем варианте. Да, можно про новость, только раз просто про говорили. Просто интересный ответ, а какой вид гребли, по-вашему мнению, сложнее? Академическое гребли. А почему? Ну, она более технически сложна. Это один момент, второй момент, спортсмены двигаются спиной вперед, и, ну, не видят, что у них сзади. Но со временем, с годами, с опытом очень хорошо развивается периферическое зрение. Вот, к примеру, сейчас вода очень высокая, и, соответственно, с берегов бусы разные, ветки, и вот у спортсмена появляется такое чувство передугадывания некой такой ситуации. Интуиция? Да, интуиция, можно сказать. И в какой-то момент он оборачивается, у него ветка, и он подруливает, и ее оближает. Вот, если гребли на подарках и конуа, то там она более сложна в плане координации, потому что лодка более узкая, более маленькая, и дети, когда начинают заниматься, тренеры проводят тренировки на мелководье, потому что, если ее не перевернулись, то спокойно ногами могли доставить до дна. Поэтому в плане техническое, более сложная академическая греба. Вот, знаю точно, что сейчас сборная в Сербии, да? Да, совершенно верно. Почему их вообще там готовят? Что это за сборы? Кто эти сборы организовывает? Зачем туда вообще ехать? Вы как специалист подробно нам все разложите. Антиспортсменам. Хорошо. У нас... Я постараюсь помедленнее. Пятый. А, открыли тетрад и записывали. И желательно промокашечку. У нас это уже третий сбор. Первый сбор у нас начался еще с ноября месяца. Мы были практически до февраля в Турции. Потому что в это время, ну, относительно у нас было прохладно. Это один момент, и второй момент у нас река. К сожалению, на реке мы не можем выполнить тот план работы, который мы можем выполнить на воде стоячего, образно говоря, без течения. Потому что мы сейчас очень опираемся на математику. Математику, цифры, и бракок нашего вида спорта, практическая составляющая подготовка, она чуть-чуть поменялась. У нас вот какие-то приборы, на которых мы опираемся. То есть, если спортсмен... Ну, у нас такая демокртическая дистанция 2 километра в академической гребле, и она не меняется уже с периода первых современных олимпийских игр, которые состоялись в 1896 году в Афинах. И вот с этого периода академическая гребля до сих пор в программе, и для нас это важно, сохранять свое место в олимпийском движении. Поэтому сбор мы проводим на тех местах, где есть 5 ЧАБДА. Организует это все Федерация Академической Гребли Республики, при поддержке Международной Федерации Академической Гребли, ну и также поддержки нашего государства. Потому что без поддержки, к сожалению, современный спорт, в частности, спорт высшее достижение, очень трудно его поддерживать. Это очень большие финансовые вложения, ну это в любом виде спорта. На прошлой неделе у нас состоялся первый такой старт официальный, это открытый чемпионат Хорватии, на который приезжает около 15-20 стран, где спортсмены могут уже проверить такой предварительный контроль своего подготовленности. У нас поехало два спортсмена, это Саша Булат и Ваня Коршунов в одиночках. Саша Булат, к сожалению, не смог пробиться в основной финал, у нас в основной финал это 6 лодок, и он довольствовался малым финалом, это седьмое по 12 место, он там выиграл. А вот Ваня Коршунов, он молодец, он в оба дня, у нас была суббота-воскресенье, и одинаковая программа, что суббота, что воскресенье, и завоевал две серебряные медали. Это очень хороший результат, и у нас есть еще дальше над чем работать, буквально через 2,5 недели, в начале мая, в том же Загребе в Хорватии, состоится первый этап Кубка мира, у нас их три. А сейчас к ним готовится, нас посмотрим на сборах. Да, совершенно верно. И затем у нас в конце мая в городе Блэд, Словения, состоится чемпионат Европы. Туда уже поедут 2 экипажа, мы планируем, потому что еще один Александр Машенький и Высоцкий Шестоков Кирилл ввиду там небольшой травмы, у них сейчас восстановление идет, соответственно, они не будут готовы к первому этапу Кубка мира, а вот чемпионат Европы мы планируем уже в полном составе повести 2 экипажа. Ну и дальше, конечно же, это летняя подготовка, и в сентябре месяце у нас по плану это чемпионат мира, на котором будут разыгрываться успешный год по медалям, и мы очень хорошо себе завели на международной арене, это первая медаль была на чемпионате Европы, где у нас экипаж Зинчика, Дмитрий, Никита Новчук завоевали бронзовую медаль в классе Блэд, безрульно легкого веса, и затем в прошлом сезоне у нас были тоже такие интересные перестановки, сначала Саша Балат с Иваней Коршевым сидели в блоке, и завоевали сначала серебряную медаль на чемпионате мира среди спосмены до 23 лет, и спустя там месяц в Бельгии проходил чемпионат Европы, где мы рассчитывали на золото, но не получилось немножко, и, к сожалению, звали бронзу, но это очень высокая награда в современном спорте, и после этого мы решили попробовать все-таки Кирилла Свани на взрослом чемпионате мира, который проходил в Чехии, в городе Рачице в сентябре месяце, и там мы попали в финал, это впервые в истории нашего современного государства, и где мы были также не последние. И очень приятно, когда к нам подходили спортсмены, тренеры, именитые спортсмены, и в прошлом олимпийские чемпионы французы, и хорваты знаменитые, два брата Синковича, которые имеют в своей копилке три золотые медали олимпийских игр, это в истории, это как в советское время Вячеслав Николаевич Иванов три олимпийские медали завоевал, и первые 18 лет. То есть мы в Мурсальске сейчас находимся на уровне международном, таком высоком. Вообще надо сказать, что наши спортсмены, как я говорю, шутку говорю, часто приводят дорогой металл, именно про награды, и в этом случае довольно часто слышно про игрецов спортклуба «Динамо», именинников этой недели получается, и часто речь заходит в том числе про ветеранов спортклуба. Кого здесь можно выделить и похвалить? Ну, если взять про движение «Динамо», если мне не изменять память, то у нас оно начало, возродилось, по-моему, в 97-м или 98-м году. Сначала это было на базе города Бандера, и там было видно ряд видов спорта, и регби, и, по-моему, гимнастика, и тот же Вася Мазур в пауэрлифтинге, и, ну, конечно же, гребля академическая, потому что на то время министром ВД был Евгений Николаевич Красносельский, был один из инициаторов возрождения этого движения. Поэтому на сегодняшний день у нас есть и волейбольная команда, и кикбоксеры, которые очень успешно выступают под руководством заслуженного тренера республики Ивана Селикова-Диркаченко, который на сегодняшний день находится в России, в Казани, и там борются с спортсменами журнального класса. Поэтому «Динамо» движение, оно популяризирует множество видов спорта, в первую очередь это массовая физическая культура, из массовой физической культуры всегда выйдет один, два, три спортсмена международного уровня, это не только в нашей стране, это было еще с периода советских времен массовая физическая культура. Поэтому ну, взять и другие клубы, там, ЦСКА, тоже «Спартак», он, по-моему, в один и тот же день только отметил 101 год, если мне не изменяет память. Да, у них тоже сегодня праздник. Да, есть разные клубы, разные движения, но в первую очередь это привлечение для ведения здорового образа жизни, потому что здоровый человек это трудоспособный человек, его трудовое долголетие, а для государства это очень важно. Кстати говоря, вот вы повидали множество команд, да, в том числе грибцов, и вы замечали ли, вы знаете, есть такая фишка в аэто спортсменов, допустим, спортивный клич, что-то такое есть среди наших спортсменов, какие-то у них особые фишечки их? Ну, скажу, что для нашего вида спорта без медалей не возвращаться, есть много шуток ходят про Иву, Сталина, не сможете добыть медали на 5, и будете добывать в другом месте, если такая шутка, ну, плохая шутка, ну, это, наверное, юмор, он бывает, да, да, что касается, если командный фидоспорт, то там, наверное, есть, надо сказать, что прям таких кличов нет, но есть свои какие-то, так сказать, приметы правила, вот я, допустим, знаю, что некоторые футболисты там заходят на поле только с правой ноги, касаются кромки, есть какие-то приметы у вас, у вашего спорта. Да, можно одежду не посирать пару дней. Даже такое. Есть, есть, есть такое, но у нас есть одежда в плане именно соревновательного, международной федерацией, мы не можем высыпать другое. Вот, поэтому, насчет грибного спорта, не скажу, что у нас есть такие кличи. Вот, не случайно, такой вопрос, именно про атмосферу. Сейчас нас, вероятно, слушает молодое поколение, поколение постарше, и у кого-то вполне могло зародиться желание, да, заняться греблей. Кому нужно обращаться? Куда? Сколько лет принимают? Если взять греблю на Бодаркове Камо, то можно 10 лет приходить уже заниматься. Если взять греблю академическую, то не раньше 12, потому что водки намного длиннее, они намного тяжелее, их труднее выносить, поэтому здесь дети должны приходить уже с определенным уровнем физического развития, физической подготовленности. Если взять людей постарше, то, к сожалению, пока в нашей спортивной школе нет такого отделения, которое бы именно работало с населением уже более взрослого. Ну, буквально в понедельник приходил один мужчина, говорит, можно и лодку взять на прокат. То есть нет. У нас школа специализирована, Олимпийского резерва, который имеет свою историю, свои традиции, и поэтому у нас все-таки направление это работа с молодежью, ну, соответственно, ветераны. Мы очень поддерживаем ветеранское движение, потому что они являются преемниками и неким вопросом объединения здорового образа жизни. Мы также вот на прошлом деле проводили регату Царева, это память матроса с правильного Сопотемкина, это 54-я регата, и вот в советское время, если в Тирасполье представить городской пляж, ну, сейчас, зона отдыха называется, то вся зона отдыха, да? была занята конструкциями с лодками, то есть, и тот, кто выиграл эту регату, получалось название мастера спорта, это очень высокое название. Ничего себе. Да. Ну, сейчас, конечно же, ввиду многих событий, не могут приехать спортсмены из других стран и государств, и, соответственно, мы уже ограничиваемся двумя школами, Тирандерская и Тираспольская. Поэтому ветеранское движение у нас на сегодняшний день есть, оно не стоит в таком массовом большом развитии, но оно есть, мы стараемся его сохранить. Как происходит мотивация детей на тренировке? Что вы для этого делаете? Вы, кстати, еще и преподаватели, получается, у вас свои методы в любом случае есть? Ну, мотивация детей для занятий разная. Иногда родители приходят, значит, лет каникулы начались, приходят и говорят, я хочу, чтобы мой ребенок покатался на водочке, а в сентябре если он будет дальше? Для споршколы это неинтересно. Ну да. Во-первых, споршколы тратят очень много ресурсов и первое, что тратят государство. Детей мотивируют разные. приходят, потому что там красиво девочка занимается. Я хочу только заниматься, потому что она семья, мальчики и девочки. Бывает, приходят с другом, но в первую очередь, это и та работа, которая проводится в СМИ по популяризации здорового образа жизни и вообще спорта в целом. И дети, конечно, это видят и приходят, я тоже так хочу. Я же так хочу и почему я на это не способен? Ну, спустя какое-то время, когда он начинает уже достигать определенных результатов, он получает разряд, звание, это его дальше мотивирует. А когда ему еще выдают экипировку, плюс он выезжает за пределы государства, видит, как живут в других странах, соперничаются с другими детьми, у него появляется другой уровень мотивации. Поэтому с каждым годом, с каждым опытом мотивация возрастает. А если он еще получает за это финансовое вознаграждение, то это, конечно же. Ну, вот те ребята, которые сейчас на сборной находятся, они уже профессиональные, а это их работа. Они, честно, отрабатывают 8-часовой рабочий день, у них пол-три тренировки в день и кажутся, ровка не менее 2,5-3,5-3,5 часов. Это очень тяжелая работа. Тяжело. Да, не наша. Не, любая работа, Артем. Любая работа тяжелая. У нас другая мышца работает просто. А зачем просто прийти и посидеть, посмотреть в зеркало на себя? И помолчать, да. Третье, главное начать. В общем, друзья, всех призываем заниматься спортом, в том числе греблей, конечно же. И вы уже знаете, к кому обратиться. Благодарим, друзья, нашего гостя. У нас сегодня был в эфире глава Федерации гребных видов спорта ПМР Константин Викторович Гомолицкий. Мы желаем вам удачи и еще больше успехов на вашем поприще. Ну и благодарим за беседу, конечно же.